Спасителю нашему, Царю Царей Иисусу Христу. Давайте воздадим славу Ему. Слава Богу за каждого сидящего здесь в Доме Господнем, пред лицем Бога Живого. Сегодня мы с вами будем слушать довольно-таки непростую тему. Посему прошу всех, настройтесь на волну Божью. Ничего не буду говорить от себя, только лишь из Писания. Читать сегодня Библию будем много. Выбачаюсь, что буду читать и Российскую Библию. Так будет менее смешно. Начну свое слово с обращения к верующим в Иисуса Христа людям. Петро, апостол Петр, обращаясь через тысячелетия к нам, говорит, «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные. В них воспоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Напоминанием возбуждать хочу сегодня чистый смысл каждого, кто будет слушать слово сие. И проповедь эта будет называться «Проклят за проклятых». «Проклят за проклятых». Само слово «проклятие» – оно как бы пугающее слово. И люди порою понимают слово «проклятие» как нечто такое, знаете, ужасающее, потустороннее и страшное, что нельзя контролировать и нельзя исправить и изменить. Некоторые умудряются даже сказать, что это их крест, и им нужно так жить. Сегодня хочу с вами побеседовать, поговорить, еще раз подчеркну, на очень серьезную тему. Слушая это слово, загляните каждый в свое сердце, в свою душу, в свою жизнь. Проанализируйте ее. Отнеситесь к этому очень серьезно, потому что Господь, Бог всемогущий неоднократно, многообразно, многогранно призывает нас не бояться проклятий, а выходить из Него. Не то чтобы, знаете, невозможно нам зайти в эту территорию, но Бог говорит, если ты и попал в состояние, в зону проклятий, у тебя есть выход, у тебя есть выход и спасение от Него. Противоположность проклятию, как, я думаю, вы уже все догадались, является благословением. Я хочу вам прочитать из Второзакония, глава 28, с 1 по 14 стих. С 1 по 14 стих включите. Бог через Моисея обращается к израильскому народу. Но каждый, сидящий в этом доме, должен понимать, что мы с вами наследие Божье, ибо мы с вами усыновлены через Иисуса Христа и причастны Божьему народу. Через Моисея Бог говорит каждому слушающему эти слова. «Если ты будешь слушать глаз Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глазок Господа, Бога твоего». Суперусловие. «Ты будешь благословенным человеком». И в двух стихах дважды Бог повторяет. «Если будешь слушать глазок Господа, Бога твоего и тщательно стараться исполнить все заповеди Его, ты будешь благословенным». Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих валов и плод твоих овец. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе Поставит тебя Господь народом святым своим, как он клялся тебе Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя И даст тебе Господь изобилие во всех благах В плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих На земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое И чтобы благословлять все дела рук твоих И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы Сделает тебя Господь главою, а не хвостом И будешь только на высоте, а не будешь внизу Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня Хранить и исполнять И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня Ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им Если вы были внимательны Если вы читаете вместе со мною Если вы перечитаете дома условия благословения, которые Бог заповедует нам То увидите, что нет ни одной сферы жизни человеческой, в которой Бог не желал бы благословить всех нас Ни одной сферы Бог говорит, что вы всегда будете на высоте Вы будете народом Моим Я буду с вами Но если Если вы будете слушать глаз Мой И исполнять в точности, что Я сказал вам исполнять В таком случае вы будете самыми счастливыми людьми на планете Земля Но Обратная сторона медали Проклятие И Это то, чего мы боимся То, чего мы не можем отодвинуть от себя Но мы должны знать Когда они приходят в нашу жизнь Жизнь человека Что следует за тем И перед тем Нежели мы Когда мы, вернее, попадаем с вами в зону действия проклятия Я продолжу читать Второй пункт – это проклятие Меня просили по пунктам проповедовать Итак, первое – это благословение Второе – проклятие И мы прочитаем дальше главу 28 Но не будем ее читать всю Я остановлюсь лишь только на основных моментах данного послания Вы знаете, что впервые Слово проклят, проклятие Были произнесены самим Творцом В Эдемском саду Когда Адам Впервые в жизни Впервые в истории человечества Согрешил И Бог сказал Что же ты сделал, сын? Проклята за тебя будет земля Это впервые встречающееся слово проклятие в Библии За непослушание Адама За нарушение заповеди Господней Господь объявил, что отныне земля будет нести на себе проклятие Да и вообще Если мы проанализируем второзаконие и всю Библию, всю книгу Библии То мы увидим, что Бог многократно, еще раз скажу, и многогранно говорит Как написано во второзаконии в 27 главе «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона» Второзаконие, 27 глава, 26 стих «Проклят всяк, кто не исполняет того, что написано в законе» Еще раз подчеркну, третий раз говорю, отнеситесь к этому очень серьезно Это не слова мои, это слова Бога Мы должны понимать, где мы находимся, в какой зоне В зоне благословения или в зоне проклятия Христианам очень полезен духовный рентген Нам время от времени нужно смотреть в сердце свое, в душу свою, в жизнь свою И проанализировав, провести работу над ошибками Серьезнейшая тема Второзаконие, 28 глава, с 15 стиха Опять же это слово «если» Если же не будешь слушать глаза Господа, Бога твоего И не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его Которые и я заповедую тебе сегодня То придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя Проклят ты будешь в городе и проклят ты будешь на поле Прокляты будут житницы твои и кладовые твои Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей Плод твоих валов и плод овец твоих Проклят ты будешь при входе твоем И проклят при выходе твоем Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье Во всяком деле рук твоих Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен И ты скоро погибнешь за злые дела твои За то, что ты оставил меня Пошлет Господь на тебя моровую язву Доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь Чтобы владеть тебе ею Какой контраст Или ты будешь иметь все Либо ты потеряешь все Либо плюс, либо минус И среднего быть не может Либо ты успешен Либо ты не успешен Но всегда и в том и в том случае Стоит если Это если для нас, слушающих Означает, что ты выберешь Что изберешь ты Спрашивает нас Господь Бог Всемогущий Что ты хочешь Ты хочешь быть счастливым Или ты хочешь быть проклятым Если Если ты выберешь То так и будет Я хочу с вами сегодня Проанализировать жизнь Каждого из нас Церковь, христиане Бог дал заповеди Мы с вами знаем Десять заповедей И когда я встречаюсь с христианами Иногда Я задаю вопрос Ты знаешь Десять заповедей Ты знаешь Закон Бога своего Который Он Заповедал тебе Исполнять в точности Ты знаешь Этот закон В нем всего лишь Десять статей Десять статей Это не уголовный кодекс Это десять заповедей Божьих Я прошу вас Давайте мы вместе Попробуем их повторить Вы согласны со мной? Итак, начнем Первая заповедь Я Господь Бог твой Да не будет у тебя Иных богов Вторая заповедь Олежка, ты выучил Ты подсмотрел мой конспект Молодец, брат Не сотвори себе кумира Никакого другого Бога И не поклоняйся Ему Третья заповедь Имени Господа Бога своего Не произноси Напрасно Вы так смеетесь Мне так хочется спросить У тех, кто смеется Вы готовы назвать? Слушайте внимательно И запишите себе Десять заповедей Потому что Не нашлось еще Ни одного человека В частных моих беседах Кто бы их назвал Все называют Не убей, не укради Все Не убей, не укради Но первые четыре заповеди Очень важны И так Четвертая заповедь Почитай день субботний Шесть дней трудись Седьмой Отдай Богу Пятая заповедь Заповедь с обетованием Почитай отца и мать свою Дабы дни жизни твоей на земле Продлились Олег, может ты за меня уже будешь проповедовать? Ты супер, молодец! Мы пройдем немножко дальше И посмотрим, как мы их исполняем Следующие заповеди Давайте Теперь вы их уже знаете Не убей Не прелюбодействуй, хорошо Не обязательно называть их в последовательности Давайте Не укради Не возжелай Не завидуй Казалось бы, так просто Так просто Десять заповедей Которые говорят нам о том Что мы Будем счастливыми людьми Как я хочу Все это исполнить Почему же не получается У меня Исполнить эти десять заповедей? Четыре из них Это взаимоотношения человека И Бога И шесть Взаимоотношения между людьми Дорогие братья и сестры В притчах написано Как воробей вспорхнет Как ласточка улетит Так незаслуженное проклятие Не сбудется Суть того, с чего я начал Если ты не виновен Если ты не нарушил закон Кто бы и как бы тебя не проклинал Самый великий маг и чародей планеты Ни одно проклятие В твоей жизни Не исполнится Запишите себе это Если ты перед Богом Если ты Пред заповедями Господними Чист Не порочен Ни одно проклятие В жизни твоей Не будет иметь силы Ни на тебя Ни на твоих детей Пока они в доме твоем Ты под защитой Божьего закона Божьей силы Но как только ты Выходишь из-под этой защиты Как только ты Становишься нарушителем Ты оказываешься В серьезнейшей проблеме Ты оказываешься в зоне Где проклятия Ждут тебя Не думайте, что Бог С кувалдой Или с дубиной Ждет, когда ты нарушишь Чтобы врезав тебя Поразить тебя проклятием Нет Это знаете Как Вот я думал Какой же пример привести мне Вот у меня есть автомобиль А двигатель работает у него На простом бензине Или там на газу Но если я поеду На заправку И залью в него Дизельное топливо Скажите Он будет работать Ах Прокляли машину Я Я так хотел работать на ней И всего лишь заправил дизель Она не хочет ехать Все, прокляли машину Получается Да Да нет Просто я нарушил устав Я нарушил Инструкцию По использованию Этого автомобиля И не кто-то Это сделал Это сделал я Понимаете Теперь я хотел бы Чтобы мы с вами вместе Посмотрели на причины Причины проклятий Можете брать ручку И записывать Я выбрал Самые распространенные Причины проклятий Они могут быть еще Но мы сегодня не имеем Времени Достаточно много Что разобрать Все, что встречается Среди жизни людей Но выбрал Самые основные Поширивающие Которые пошириваются Среди нашего народа Итак, первое Первое Признание и поклонение Лже богам Признание и поклонение Лже богам Прочтем вместе с вами Второзаконие Пятая глава Седьмой-десятый стих Да не будет у тебя Других богов Пред лицем моим Не делай себе кумира И никакого изображения Того, что на небе Вверху И что на земле Внизу И что в водах Ниже земли Не поклоняйся им И не служи им Ибо я Господь Бог твой Бог ревнитель За вину отцов Наказывающий детей До третьего и четвертого рода Ненавидящих меня И творящий милость До тысячи родов Любящим меня И соблюдающим Заповеди мои Второзаконие 27.15 Относительно этого же Проклят Кто сделает Извоянный Или литой кумир Мерзость Пред Господом Произведение Рук художника И поставит В тайном месте Весь народ Возгласит И скажет Аминь Мы живем с вами В такое время Когда вопрос И лже-богах Как бы отодвигается Назад Но Закон Божий Говорит Что проклят Всяк Кто будет Поклоняться Творению Рук Человеческих Я не хотел бы Вызывать сегодня Волну Негатива Ни здесь Ни там В записи Кто-нибудь Может будет Смотреть меня Но Слов Из Библии Не выкинешь Бог сказал Что будет Проклят Всяк Кто будет Поклоняться Изображению Рук Человеческих Будет Будет Проклят Всяк Потому что Это называется Поклонение Лже-богам И к сожалению Множество Наших Соотечественников Вкладывают Величайшее Значение Жизненное Значение В какое-то Изображение В какой-то Истукан Во что-то Еще Когда я Проезжаю Некоторыми Областями Нашей Украины Я вижу Как люди Поклоняются Истуканам Я вижу Собственными Глазами Я вижу Как люди Поклоняются Изображениям Рук Художников Которые Вкладывают В эти Картины Величайший Смысл Значение Жизнь Свою Доверяют Им Бог Говорит Что вы Будете Жить В проклятии За это Потому что Вы Не поклоняетесь Живому Богу А поклоняетесь Творению Рук Человека Вы Меня Слышите Это Не мои Слова Я Читаю Только Библию Это Слова Бога Сотворившего Все Что мы Видим И где Мы Живем Бога Которому Мы Называем Богом Своим Второе Причина Вторая Из-за Которой Множество Людей Попадают И живут В проклятиях Сами Того Не Подозревая Оккультизм Кто Ходил И Внимательно Слушал Наставничество Один И тему Оккультизм Тот Уже Знает О чем Идет Речь Вопрос Изменил Ли Ты То Что Ты Знаешь Но Все же Написано В книге Левит 20 Глава 6 И Если Какая Душа Обратится К вызывающим Мертвых И к Волшебникам Чтобы Блудно Ходить Вслед Их То Я Обращу Лице Мое На ту Душу И Истреблю Ее Из Народа Ее Еще Одно Место Второзаконие 18 Глава 10 12 Стих Послушайте Внимательно Не Должен Находиться У тебя Проводящий Сына Своего Или Дочь Свою Через Огонь Прорицатель Гадатель Ворожея Чародей Обаятель Вызывающий Духов Волшебник И Вопрошающий Мертвых Ибо Мерзок Пред Господом Всякий Делающий Это Из-за Сиита Мерзости Господь Бог Твой Изгоняет Их От Лица Твоего Люди Которые Жили В земле Обетованной Занимались Этим И Бог Не пощадил Никого Ни детей Ни взрослых Ни старцев Он Уничтожил Все эти Народы Бог Многократно Говорит Людям Не занимайтесь Оккультизмом Современный Человек В поисках Легкой Жизни Не боясь Обращается К тем Чьи имена Здесь В перечне Которых Говорит Господь Они Смело Идут И ведут Туда Своих Детей Колдунам Шептунам Ворожеям Чародеям Сами Занимаются Этой Дрянью Выходя По ночам На перекрестке Бог Говорит Проклятием Вы Проклятый И детей Своих Загоняете В жизнь Проклятие Вы Слышите О чем Говорит Господь Если Вы этим Занимались Или У вас Что-то Осталось После Связи С оккультистами Вы Должны От этого Избавиться Третья Причина Неуважение Родителей Неуважение Родителей Молодежь Я не хочу Вас Пугать Соберитесь И сходите На экскурсию На кладбище И посмотрите На надгробные Камни И посчитайте Сколько лет Прожил Человек Лежащий Там Вы Увидитесь Вы Ужаснетесь Большинство Из них Не дотянуло До 40 лет До 45 Или 50 Там лежат Молодое поколение Которое Всего лишь Хотели Попробовать Но Бог Сказал В законе Своем Проклят Всяк Злословящий Отца И мать Свою Услышь Бог В одной из заповедей В пятой заповеди Сказал Что если ты будешь Почитать родителей То дни жизни твоей Продлятся Ты будешь жить В жизни Почитая родителей Сегодняшняя молодежь Ни во что Не ставит своих родителей Ни во что О каком почитании Если еще 50-60 лет назад Родителей Называли на вы И сколько бы лет Не было отцу Или сыну Он всегда Почитал своего отца Он не смел Ему перечить Нет Были исключения Мы сами Сокращаем Дни жизни Своих И учим Детей своих Если бы наркоман Послушал своих родителей Которые говорили Может быть ему Не делай так Не делай так Не встречайся с этими людьми Не ходи туда То сын жив был бы Это Банальнейший пример Таких примеров Можно приводить Множество Дети не хотят Слушать Что говорят им родители Но родители Никогда не желают Своим детям зла В большинстве Своем И если бы дети Почитали своих Батьков И боялись бы их Как Бог Бог говорит То живы были бы А мы и сами Не боимся И детей своих Этому учим Почему у нас Существуют Дома престарелых Не позор ли это Ни в одной Арабской стране Такого нет Четвертое Все формы насилия Против слабых Имеется в виду Дети Больные люди И животные Второзаконие 27 27 глава 21 стих Все формы Извиняйте 27 и 24 стих Проклят Кто тайно убивает Ближнего своего И весь народ скажет Аминь Жены Женщины Непопулярный вопрос Кто дал право Современной женщине Убивать плод Делать аборты Кто дал право Лишать людей жизни Они не могут Сопротивляться Они не могут Сказать ничего Это насилие Против слабых Кто дал право Людям Издеваться Над инвалидами Или больными Людьми Которые не имеют То чего имеют Остальные Вот он На инвалидной коляске У него плохое зрение Или что-нибудь еще Обратите внимание На современную школу Если человек Не такой Как большинство Над ним Издеваются Животные Кто дал право Людям Издеваясь Убивать Ради собственной Забавы Если раньше Охотник шел И убивал Ради того Что он хочет Кушать И это было Его пропитанием То сегодня Стреляют Потому что Им это нравится А дети Из рогаток Стреляют Голубей И родители Еще детям Объясняют Что нужно Положить В эту рогатку Чтобы наверняка Это То что сеет Среди народа Нашего Ненависть Жажду Крови Отсутствует Страх Перед смертью Это делает Нас Отступниками От Бога Это разделяет Нас с Богом Потому что Бог это Жизнь А сатана Это смерть И когда приходит Князь жизни Князь смерти Уходит И когда человек Отдает свое Предпочтение Князю смерти То Бог Отходит в сторону Проклятия Приходят в жизнь Людей Которые Приносят боль И убивают Тех Кто слабее Их Это одна Из отраслей Или областей Когда человек Попадает В проклятие Пятое Неестественные Половые Отношения Я не говорю Здесь заблуд Это подразумевается Само собой Я стал недавно Свидетелем Одного разговора Хлопчики Смотрели Какую-то дрянь Хлопчики Это взрослые Дядьки Работающие Со мной На предприятии Они смотрели Какой-то фильм Где люди Занимались Сексом С животными Большинству Из нас Это противно Но это Как и Гомосексуализм И лесбиянство В современном мире Приветствуется Как ни странно Но Бог Запретил Этим Заниматься Людям И об этом Он сказал 27 глава Автора законе 21 стих Проклят Кто ляжет С каким-либо Скотом И весь народ Скажет Аминь А за Гомосексуализм Бог уничтожил Целый регион Находящийся в Израиле Содом и Гомора Современными мерками Это область целая Там было Множество людей Но все они Были гомиками И они Настолько Это культивировали Что ангелов Собирались Изнасиловать Современный мир Идет по этому пути И о ужас Народ Живущий Среди нас Приветствует Это Но проклят Всяк Кто занимается Этим И я вам хочу Сказать Что не останется Без наказания Тот Кто не занимается Но одобряет Он становится Соучастником Этого Шестое Антисемитизм Все знаете Что это такое Ненависть к евреям Необоснованная Ненависть к евреям Среди Израильского народа Как и среди Украинцев Есть хорошие И не очень Хорошие люди Это все понятно Но когда Культивируется Ненависть К израильским Людям К евреям Мне это Становится Непонятно Когда я Слышу Подобного Рода Разговоры Я спрашиваю Чего ты их так Ненавидишь А что в них Хорошего И начинается Этот бессмысленный Спор Что они тебе Сделали Плохого Но их же Все ненавидят Их ненавидит Дьявол Потому что Через Авраама Заключен Завет с миром Израиль Ответит за свои Проблемы Ответит за свои Грехи сам Мы же с вами Будем нести Проклятия Если будем Издеваться Над ними Оскорблять Их И проклинать Написано Бытие 12 глава 2 и 3 стихи Бог Сам Бог Говорит Аврааму И я произведу От тебя Великий народ И благословлю тебя И возвеличу Имя твое И будешь ты В благословении Я благословлю Благословляющих Тебя И злословящих Тебя Прокляну И благословятся В тебе Все племена Земные Разве мы с вами Не имеем Благословения Через Израиля Разве Иисус Христос Не из Израиля Разве Спасение Человечества Не оттуда Разве Бог Не сдержал Слово Своё Что Благословятся В Израиле Все племена Земные Так я вам Хочу сказать Что и проклятие Сбудутся На тех Кто будет Гнобить Израиля Посему Благословляйте А не проклинайте И если вы Рассказывали Злые анекдоты Издеваясь Над Израилем Покайтесь В этом И больше Никогда Не принимайте В этом участие И глушите Этот сатанинский Звук Эту сатанинскую Речь Ненависти К евреям Глушите его Ибо Придут Серьезнейшие Проблемы Вот посмотрите Чем закончится Эта война В Израиле Побачите Бог своего народа Не отдаст Время Гнобления Израиля Прошло Бог восстановил Израиль За два дня В сорок восьмом году И все историки Ужасаются Как такое возможно Покажите нам Еще историю Покажите нам Пример Когда страна За два дня Отсутствовала На картах Две тысячи лет Но за два дня Появилась И об этом событии Было написано За тысячи лет До события сего Бог обещал И исполнил И все Что обещано Об Израиле Все сбудется Бог говорит Смотрите на Израиля Смотрите на него И вы увидите Как сбываются Пророчества Воровство Обман Ох Это такая Знаете Черта Украинского народа Воровство Обман Присвоение Чужого Другими словами Написано Написано Второзаконие Двадцать пятая Глава Пятнадцатый Шестнадцатый Стих Слушайте внимательно Торгующие на базаре Гиря у тебя Должна быть Точная И правильная И Ефа Это мера Мера взвешивания Мера измерения Ефа И Ефа у тебя Должна быть Точная И правильная Чтобы продлились Дни твои На земле Которую Господь Бог твой Дает тебе Ибо мерзок Пред Господом Богом твоим Всякий Делающий неправду Да что там такое На триста грамм Я тебя обвесил А ты подняла Такой хай На весь базар Ну что там такого Ну гиря Не килограмма девятьсот Или там Кило двести весит Как там лучше Я даже не соображаю В какую сторону Надо гирю увеличить Увеличить надо Правильно Чтоб я ее Так если я уменьшил Так я сам себя обманул А вы продаете Или покупаете Украинцы Пришло время Одуматься Это прямой Путь к проклятию Это прямой Путь к проклятию Как торгующий Самогоном Кто-нибудь из вас Назовет мне Человека Который Разбогател бы На самогоноварении А вот примеров Когда у него Серьезнейшие проклятия В доме Вы назовете мне Сотни Разбогател Да Почему люди Стараются Украсть Они хотят Легким путем Обогатиться Почему люди Обвешивают на рынках В магазинах Потому что они Хотят получить Прибыль Но не честно Но меня кругом Обманывают Да поэтому Кругом и обманывают Что это стало Нормой Это стало Нормой Вы попробуйте На заправке Когда вы Убедились Что вас Обманули На несколько Литров Бензина Попробуйте Доказать Свою правоту Даже когда Приедет милиция Они начнут Вас уговаривать Ну вы же должны Отнестись К этому С пониманием Почему Я должен Относиться К этому С пониманием Почему Моя страна Катится В пропасть А я должен Пониманием Относиться К этому И если Не мы То кто Братья и сестры Кто Будет Наводить Порядок Во всем Этом Кто Нашу Державу Наши Дома Будет Выводить Из проклятия Наших Детей Иногда Учат Наглость Второе Счастье Сатанинский Лозунг Не Милосердие А наглость Кто Сильнее Кто Выше Бей Почан А Того Кто Меньше Отступничество Восьмое Пророк Иеремия Говорит Народу Божьему Так Говорит Господь Проклят Человек Который Надеется На Человека И Плоть Делает Своей Опорою И Которого Сердце Удаляется От Господа Покажите Мне Отступников Счастливых Покажите Мне Людей Которые Ушли Из Церкви И Стали Счастливыми Людьми Которые Сказали Что Мне Не Нужен Бог Я Буду Счастлив У Вас Есть Примеры Такие У Меня Тоже У Меня Тоже Нету Таких Примеров А Люди Которые Надеются На Других Людей Только Потому Что У Него Есть Гроши И Гроши 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 Надо Держаться Ближе К этому Человеку Я Отказался От Верных Но Приблизился К Тем У Кого Есть Гроши Но Тот У Которого Есть Гроши Завтра Стал Бедным И Я Остался Ни С Чем Банальный Пример Банальный Пример Человека Надеющегося На Богатство Или Человека Который Делает Опорою Человека Я Не И И И И И И И Останавливаться На Каждом Пункте У Нас Впереди Будет Молитва За Освобождение От Проклятия Это Гораздо Важнее Но Я Делаю Вам Рентген Чтобы Вы Могли Взглянуть На Свою Жизнь Если Ты Ищешь Сегодня Работу Где Платят Много Гроши И Придя Туда Ты Не Скажешь Что Ты Верующий Ты Попадешь В серьезнейшую Проблему Тебя Могут Не Взять На Эту Работу Потому Что Ты Скажешь Что Воскресенье Мне Нужно Быть Служение Мне Воскресенье Нужно Быть В Храме Тебя Могут Не Взять И Ты Боясь Потерять Эту Работу Надеешься На Богатого Дядьку Соглашаешься Солгать Первое Второе Отказаться От Бога И Устроиться На Работу Вы Ущерб Своей Вере Ущерб Слову Божьему Ты Потерпишь Кораблекрушение Девятое Утаивание От Бога Десятины Продолжать Утаивание От Бога Десятины Это Статья По Которой Человек Попадает В Зону Действия Проклятия Я Честно Скажу В нашей Церкви Мы Очень Мягко Людям Стараемся Донести О том Что Каждый Должен Приносить Господу Десятину Услышьте Меня Не только Те Кто Ходит В Церковь А даже Те Кто Не Ходит В Церковь Все Живущие На Планете По Закону Божьему Должны Приносить Богу Десятую Часть От своего Дохода Даже С полей Со своих Господь Говорит Израильские Учителя Фарисеи Даже С тмина Собирали Десятину Вы можете Себе Представить Собрать Тмин Вот эти Вот Зерняточки И Десятую Часть От Слюня Ведь Вот Попробуйте Десятую Часть От Тмина Отделить Но Они Это Делали Богатейшие Люди Мира Сего Даже Неверующие Отдают Богу Десятину Многие Больше Потому Что Знают Этот Закон Он Работает Как Закон Всемирного Тяготения Не От Того Хочешь Ты Или Нет А Потому Что Это Закон И Он Будет Работать Закон Сеяния И Жатвы Будет Работать До Тих Пор Пока Будет Существовать Земля Что Посеет Человек То И Пожнет Посеял Жадность Пожнешь Жадность Посеял Щедро Будешь Пожинать Щедро Ну Что Я Заговорился Слово Подкрепляющее Этот Тезис Малахи Известнейший Стих Малахи Третья Глава С Восьмого По Десятый Можно ли Человеку Обкрадывать Бога А Вы Обкрадываете Меня Скажете Чем Мы Обкрадываем Тебя Десятиною И Приношениями Проклятием Вы Прокляты Потому Что Вы Весь Народ Обкрадываете Меня Принесите Все Десятины В дом Хранилища Чтобы В доме Моем Была Пища И Хотя В этом Испытайте Меня Говорит Господь Саваов Не Открою ли я Для Вас Отверстий Небесных И Не Изолью Ли На Вас Благословения До Избытка Господи Да Я За Тебя Жизнь Отда Десять Руб Ну Зачем Тебе Десять Рублей Господи Ну Как Ты Не Вяжешься Вот Жизнь Отдам Десятку Не Могу Бог Говорит Нам Чтобы Мы Были Верны Ему Во всем У вас И думаете Сейчас А за Чего У тебя Угнали Эту машину Тойоту Да Чтоб Жизнь Мне Сохранить Я Уже Говорил Что Машину У нас Угнали Чтобы Мы На Не Убились Так Сказал Бог Ибо На Этой Машине Мы Хотели Уехать В Болгарию На Отдых Но Мы Оттуда Не Вернулись Так Сказал Бог Он Мне Это Сказал Хотя В Других Церквях Я Уже Слышал Почему У меня Угнали Машину Да Бог С ней С той Тойоты У меня Есть Другая Машина У Тебя Будет Все Необходимое Для Жизни Ты Не Будешь Может Жировать Как Некоторые Думают Я Даю Десятину Почему Я До Сих пор Не Министр Но Ты Не Будешь Нуждаться Ни Ты Ни Дети Твои Когда На Земле Буханка Хлеба Будет Сто Долларов У Тебя Всегда Дома Будет Хлеб Испытайте Бога Хватит Жить В проклятии И ныть Мне Не Хватает Денег У Меня Нет Денег У Меня Дни Долги Меня Каждый Банк Уже Знает И Гонят Меня Из Него Потому Что Я Должен И там И там И там Я Всем Должен А Десятину Он Никогда В жизни Не Давал Потому Что Ему Нужнее Деньги Да Испытайте Жвы Бог Станьте Верными Ему Только Примите Это Решение И Исполняйте И Следуйте За Ним Повторюсь Что Даже Неверующие Пожинают Благословение Исполняя Этот Закон Десятое Непризнание Власти Непризнание Власти Путь К Проклятию Римлянам Тринадцатая Глава Всякая Душа Да Будет Покорно Высшим Властям Ибо Нет Власти Не От Бога Существующие Власти От Бога Установлены Если Власть От Бога Кто Ты Что Ты Противишься Кто Ты Что Ты Все Время Поносишь Президента И Прочих Людей Которые Стоят У Власти Не Напрасно Ли Им Богом Дарован Меч Чтобы Они Осуществляли Эту Власть Это Что Касается Власти Верховными Жены Кто Власть Ваша Дома Два Человека Знают Остальные Боятся Сознаться Сами Себе Что Власть В доме Принадлежит Мужу Знал бы Ты Моего Мужа Какое Мое Дело Богом Власть В доме Твоем Дана Мужу И Жена Не повинующаяся Своей Власти Установленная Богом Находится В проклятии Дети Не повинующиеся Своим Родителям Ну мы это Уже Говорили Так же Попадают Под закон Так Серьезно Да Так Серьезно Очень Серьезно Исполни Свою Часть А Бог Поможет Чтобы Твой Дом Был Крепок Но Ты Должна Быть Под Власть Вы Никогда Не Думали Женщины Почему Среди Женщин Так Много Ведьм Как Много Ведьм Колдуней Почему Так Мало Колдунов И Вообще Почему Так Мало Дедов Возле Подъездов На Лавках Где Дедушки Бабушки Где Они Жизнь Я От Кафедры Как Епископ Филипп Дойду Жизни Лишили Кровь Выпили Жены А вы Никогда Не Замечали Я вам Расскажу Буквально Маленькую Историю Маленький Буквально Что Значит Колдовство В семье Кстати Откровение От одного Из Духов Злобы Поднебесной Жена Всегда Умеет И знает Как Манипулировать Своей Семьей Как Манипулировать Мужем Своим И Она Всегда Добьется Того Чего Она Хочет А что Такое Колдовство А Вот Оно Один Из Примеров Банальнейшего Бытового Колдовства Когда Жена Манипулирует Мужем И Детьми Когда Когда У нее Восемь дней В неделю Болит Голова Когда Она Использует Своё положение В том Ином Или В третьем Ты мне Не купил Шубу Ну теперь Загляни в холодильник Там моя шуба Этой Шубе Уже Месяц Я Шучу Но Жены Перестаньте Манипулировать Своими Мужьями И Детьми Побойтесь 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 Жены Хотят Привлечь Внимание И Современная Женщина Да вообще Когда Смотрю Особенно Летом Я Смотрю Едем С моей Супругой В машине И я Смотрю На ее реакцию Потому что Она Видит Что Я Увидел Для чего Женщины Так Ходят Ответ Простой Обращают На себя Внимание Манипуляции Но в духовном Мире Это Аукнется Ладно Задержался На женах Итак Каждый Исполняй Закон Божий Находясь В подвласти Будьте В подвласти Мужья Ваш Руководитель Иисус Если Ты на работе Не почитаешь Власть В Соединенных Штатах Армении Ну и последнее Одиннадцатое Что я себе отметил Наложенные на себя Проклятия Наложенные на себя Проклятия Проклятия Сказанные в гневе На своих детей На своих родных И близких Да и самого себя Я думаю Многие Слышали От самих себя Да шоб я Да видел я тебя В гробу У белых тапках Так Ты всю жизнь Будешь стаканами Картошку Продавать Когда мы Злимся На своих детей Вы Ловили себя За свой язык Что мы Произнесли В их жизнь Когда мы Своим детям Говорим Ты бездарный Ты тупица Ты Ты всю жизнь Будешь Гайки Крутить На заводе Братья Сестры Бог Сотворил Нас По образу И подобию Своему Бог Сотворил Небо И землю И все Что наполняет Это Чем Чем Бог Творил Не кувалдой Да Нет Словом Своим Аминь Вы меня Не услышали Да Мы Созданы По образу Творца Творец Творил Словом Вы Имеете Ту же Власть Ваше Слово Оно Творит Ни одно Ваше Слово Как Бог Сам Говорит Не Исчезает Оно Во Вселенной Оно Живое И оно Будет Работать Все Что вы Сказали Будет Работать Вы Своему Сыну Дочери Предрекли Счастливое Будущее Бойтесь Этого Ни один Еврей Своему Сыну Не скажет Тот Разбил Стекло Играя С мальчиками В футбол Привели Его За шквирку Домой А ему Мама Сара Говорит Йосиф Ты же Будущий Хирург Как ты Мог Такое Сделать Наша Мама Сначала Даст ему Подзатыльника А потом Еще и Накажет Его И скажет Кто он На самом Деле Разница Есть Почему евреи В благословении А мы У евреев На работе Мы у них Берем кредиты В банках Не в трехлитровых А в больших Банках Разницу Уловите Братья и сестры Благословляйте Детей Благословляйте Своих родных И близких Никогда Никогда Не злитесь В гневе Вашем Лучше Промолчите Второзаконие 30 глава Я в принципе Закончил Со своими Вот этими Вот причинами Которые Я смог Выписать Второзаконие 30 глава 19 стих Во свидетели Пред вами Призываю Сегодня Небо И землю Жизнь И смерть Предложил Я тебе Благословение И проклятие Избери жизнь Дабы жил ты И потомство Твое Любил Господа Бога твоего Слушал Глаз Его И прилепился К Нему Ибо в этом Жизнь твоя И долгота Дней твоих Чтобы пребывать Тебе на земле Которую Господь Склятвую Обещал Отцам твоим Избери жизнь Если ты В этом Перечне Проблем В перечне Причин Проклятия Увидел себя Своё Прошлое Нам нужно От этого Отречься Нам нужно Выйти Из зоны Проклятия И стать Под защиту Бога В зону Благословений Нам нужно Освободиться От этого Это будет Знаете Как грязная Волосатая рука Из прошлого Нашей жизни Тянуться За нами Всю нашу Жизнь И пытаться Оттянуть Назад Ты только Вроде бы Чего-то Добиться Собрался А тебя Назад 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 Ты не будешь Понимать Что происходит Но это И есть Жизнь В проклятии Иисус Христос Иисус Христос Есть Всего лишь Одно Имя Под небом Коим Надлежало Бы людям Спастись Имя Иисус Христос Его Имя Иешуа Это Имя Звучащее На иврите Иешуа Переводится Бог Спасает Если ты Живешь В проклятии Если ты Ощущаешь Что тебе Нужно Спасение От Бога От этих Проклятий Ты только Воззови К Нему Ты скажи Ему Об этом Иисусу Христу Скажи Иисус Я верю В Тебя Я верю В Твое Спасение Ты Бог Мой Спаси Меня Иисус Христос Умер На кресте Хоть Его Можно Было Просто Убить Стрелой На то Время Не было Алтамата Электрического Стула Его Можно Было Просто Казнить Отрубив Ему Голову Но Он Умер На кресте Ибо Написано Проклят Кто Не Исполняет Всего Что Написано В законе Ты Исполнял Все Что Написано В законе Ты Можешь Сказать Что Ты Исполнил Все Если Не Все То Ты Нуждаешься В освобождении От проклятия Проклят Кто Не Исполняет Всего Что Написано В законе Иисус Христос Пришел Заплатить За наши С вами Грехи Там На кресте Голгофы Спаситель Мира Распял Наши Немощи Болезни Распял Наши Грехи Я всегда Говорю Что за Свои Грехи Я должен Был Там Висеть Я должен Был Отвечать За свои Преступления Какими Бо Они Не Были Но Если Я нарушил Закон То Наказание За грех Смерть Это Слова Бога Иисус Так сильно Полюбил Всех Нас Всех До одного Живущего На этой Планете Что Стал Человеком Таким же Как ты Как я Как мы Спустился С небес Стал Человеком И пошел На крест Добровольно Его никто Не заставлял Ему Не за что Было Страдать Он Ни разу Не согрешил Но Он Смотрел На этот Мир Проклятый Мир Полный Людей Детей Бога Его Дочерей И сыновей Которые Живут И мучаются В проклятиях Потому что Не смогли Исполнить Закон И в точности Всего Написанного Они попали Под проклятие И дьявол Радуется Иисусу Нужно было Умереть На кресте Только Лишь для Того Что Сам Бог В законе Своем Сказал Христос Искупил Нас От клятвы Закона Сделавшись За нас Клятвою Ибо Написано Проклят Всяк Висящий На древе Проклят Всяк Висящий На древе Эти слова Записаны В законе Моисея Они были Сказаны Богом Изречены Израиля И весь Израиль Сказал Аминь Проклят Всяк Висящий На древе Иисус Специально Пришел Чтобы Умереть На кресте На дереве За проклятие Всего Человечества За наше Отступничество Идолопоклонство Блуд Прелюбодеяние И прочее Прочее Зло Которое Мы с вами Творили И творим На этой земле Он Умер Смертью Проклятого Чтобы Дать нам Благословение Проклят За проклятых Иисус Тот Кому Поет Славу Ангелы Небесные День и ночь Висел Голый На кресте За кого Да за нас Проклятых И не кто-то Мы Сами Избрали Этот путь Мы Избрали Жизнь В проклятии Мы И детей Своих Туда Затащили И внуков Этому Учим И оглядываясь Назад Видим И родители Наши Жили Похожей Жизнь Но Иисус Так полюбил Всех Нас Что Стал Проклятием Вместо Нас Бог Смертью Проклятого Чтобы Ты И я Все мы Могли Жить В благословении В благословении От Бога Ты же не хочешь Чтобы дети твои Жили в нищете В болезнях На улице В коробке Из-под телевизора Ты же не хочешь Этого Но Бог Гораздо Больше любит Нежели ты Его желание Чтобы мы Жили в благословении Больше в тысячи раз Нежели наша Человеческая И Он Благословляет Нас порою А мы даже Не можем Оценить Этого благословения Как с той Тойотой Которой У меня угнали Пока Он Не откроет Нам глаза И не покажет Братья и сестры Отнеситесь К тому Что сказано Серьезно Эти законы Работают Помимо Вашего Желания Потому что Эти законы Мироздания Мы сами Переходим На сторону Проклятия Не Бог Нам их Посылает Мы сами Избираем Этот путь Я прошу Вас Поднимемся На ноги Наши Нету Нету Другого Выхода Нету Другого Способа Освободиться От проклятия Нежели Покаяние Его Не существует Упаси тебя Господь Искать легких Путей Залезешь В еще Большие Проблемы Снимаю Порчу Снимаю Проклятия Объявления В газете Видели Наверное Гадаю На счастье Раскладываю Жизненные Там Моменты Упаси Господь Обратиться К этим Людям К Богу Обращайтесь Лишь У Него У одного Ищите Спасение И освобождение Как освободиться Прежде всего Избрать Иисуса Христа Своим Лично Своим Господом Хозяином Когда Хозяин Жизни Твоей Бог Кто Причинит Тебе Зло Кто Кто Сможет Войти В дом Сильного И связать Его Никто 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 Не похитит Тебя Из руки Божьей Когда Бог Твой Господь Второе Что нужно Сделать После того Как ты Признал И обращаешься К Богу Это покаяться В своих Грехах Покаяться За то Что ты Так Поступил Покаяться Это значит Сказать Прости Меня Бог Вот Сегодня Я понял Вот Понял Я Я неправильно Поступил Прости Меня Боже Иисус Прости Любое Проклятие Приносит В жизнь Человека След Нужно От него Отречься Отречение Это Разорвать Это все Разорвать Его Последствия Разорвать Через кровь Иисуса Христа Ну и Конечно же Четвертое Жить Измененной Жизнью Если ты Делал Что-то Что Противоречит Законам Божьим Изменись Старайся Исполнять Закон Божий Даже Когда Не Получается Встань И снова Это Делай Но Стремись Старайся Всем Своим Сердцем Естеством Жизнью Своей Слава Богу У нас Еще Есть Время Есть Еще Время Это Сегодня Сегодня Ты Можешь Изменить Все И Прошлое И Настоящее И Будущее Я В самом Начале Говорил Что Слово Будет Серьезным И Кто К этому Отнесся Серьезно Тот Уйдет Совершенно Другим Человеком Совершенно Другим Вы Получите Свободу Кто Хотел Бы Сегодня Здесь На этом Месте Покаяться Пред Богом И Попросите У Него Прощения За То Что Вы Сделали За То Что Вы Сами Оказались В Зоне Действия Проклятия Кто Сегодня Хотел Бы Изменить Свою Жизнь Поднимите Руку Есть ли В Этом Доме Те Кто Услышал Себя В Описании Слова Божьего Супер А Есть ли Те В Этом Доме Кто Хотел Бы Сегодня Впервые Покаяться Перед Богом Или Просто Покаяться Перед Богом В своих Грехах Выходите Пожалуйста Сюда Выходите Вперед Пред Богом Не Стыдно Ибо От Него Жизнь От Него Свобода От Него Будущее Надежда Проходите Пожалуйста Сюда Не Стесняйтесь Проходите Проходите Есть Еще Кто Нибудь Кто Хотел Бы Покаяться В своих Грехах Сегодня Кто Впервые Хочет Сегодня Отдать Свою Жизнь Богу И Сказать Ему Отныне Я Принадлежу Тебе Мой Господин Мой Господь Мой Бог Иисус Если Ты Постеснялся Выйти Сегодня Ты Можешь Молиться На месте Своем Но Все Лучше Бога Засвидетельствовать Пред Людьми Свою Веру Своё Желание Отбросив Всяческий Стыд И Страх Слава Богу За каждого Стоящего Здесь Не Напрасно Я Кричал Целый Час Значит Слово Которое Не доверил Бог Оно Нашло Свою Почву Это Здорово Я Прошу Вас Вышедшие Вперед И стоящие На местах В знак Вашего Смирения Пред Богом Склоните Ваши Головы Кто Может И Желает Можете Стать На колени Но Смирите Пред Господом Своё Сердце Свою Плоть Смирите Пред Ним Довольно Противиться Богу И Вместе С вами Я Буду Молиться Вы Просто За Мною Повторяйте Иисус Христос Ты Бог Мой Ты Господь Мой Я Верую Что Ты Пришёл На землю Ради Моего Спасения Ты Не Пощадил Себя И Пошёл На крест Чтобы Там Распять Мои Грехи Немощи Болезни И Проклятия Я Каюсь Пред Тобою Во Всех Своих Грехах Ты Видел Мою Жизнь Ты Знаешь Её Прости Меня За Мои Злые Дела Злые Слова За Мои Мысли Гнусные Помоги Мне Господи Примириться Со Всеми Людьми Я Каюсь Пред Тобой Иисус Я Верую Принимаю Ты Любишь Меня И Прощаешь Я Верю В Твою Смерть На Кресте Во Имя Любви Ко Мне Спасибо Тебе Иисус Я Прошу Тебя Разрушь Всякое Проклятие В Жизни Моей Моих Детей Внуков Родителей Я Отрекаюсь От От всякого Зла Отрекаюсь От Жизни Сатаной И Вверяю Свою Жизнь В Твои Руки Иисус От Ныне Ты Мой Бог И Ты Мой Господь И Моя Жизнь Принадлежит Тебе И Всю Славу Иисус За Мою Жизнь Новую Жизнь Я Отдам Тебе Ибо Ты Один Достоин Принять Славу Честь И Хвалу От Всех Живущих На Этой Земле Я Поклоняюсь Тебе Мой Бог Иисус Слава Отцу Сыну И Святому Духу Аминь